Уже 60 лет Центральный парк в Мытищах – это любимое место отдыха горожан и гостей округа. Площадь старейшего парка – более 20 гектаров. В выходные в будни сюда приходят, чтобы прогуляться в тени деревьев, полюбоваться красивыми клумбами и прокатиться на аттракционах. Центральный городской парк в Мытищах является одним из самых красивых и посещаемых Подмосковья. А что бы хотели улучшить жители и гости города, узнаем прямо сейчас. Наверное, нечего добавить. Красота такая, цветы обалденные, да? Скажи. Я приехала просто, вчера была на ВДНХ и сказала, что здесь намного лучше. Почему меня сюда не привели? Так что 5 баллов. Ну, хорошо, все. И площадки новые, и скамеечки. Там много скамеек можно посидеть, и дедушкам, и бабушкам там и поют песни. Ну, вообще классный парк. Я бы хотела добавить какой-нибудь еще один аттракцион. Мне все понравилось. Парк хороший. Ну, парк просто супер, бомба, пушка. Мне кажется, что нужно улучшить дороги, чтобы они были более ровными, положили плитку, и все было. А так все хорошо в парке. Планы по благоустройству парков сегодня обсуждали на оперативном совещании. Всего в городском округе 7 парков. Это Центральный городской, Мытищинский, Перловский, Тайнинский, Стрекалова, Ветеранов и парк Яуза. Еще один в поселке Клязьминское водохранилище находится на стадии строительства. Это единственный крупный объект, на котором проводятся работы в 2022 году. На текущий момент в лесопарке Клязьминского водохранилища проведена очистка лесных участков от валежника. Убраны и утилизированы более тысячи кубов валежника и неликвида. Проведено лесопатологическое обследование на выявление аварийных деревьев. Убраны сухостойные деревья и валежник вдоль дороги на площади двух гектаров. Удалено удаление мульчирных пней, более 200 пней отработано. Мульчирные дробления порубочных остатков отработало более 20 смен мульчимером. Вычищено абсолютно все. Также в лесопарковой зоне Клязьминского водохранилища планируют высадить около полутора тысяч деревьев высотой до 4 метров и более тысячи декоративных кустарников. Эти работы проводятся по заказу администрации городского округа. Заказчиком данных работ выступаем мы, ровно для того, чтобы создать еще одну парковую зону для жителей. В этом есть действительно потребности тех жителей, которые проживают у нас в Пироговском поселении, и тех гостей, которые приезжают. И поэтому, конечно, мы создаем новые парки, и даже действующие требования говорят о том, что количества парков у нас не хватает. Поэтому данная территория будет включаться в парковую зону со всеми элементами благоустройства, которые предусмотрены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Новый парк для жителей Пироговского планируют открыть в третьем квартале этого года. При формировании бюджета на следующее внесены работы по трём городским зонам отдыха. Готовится проект по реконструкции парка ветеранов. К следующему сезону в Пироговском парке могут появиться новые теневые навесы. В Центральном парке отдыха заменят плитку, установят новые урны, лавочки, фонари и станции для зарядки мобильных телефонов. Кроме этого, в Центральном парке культуры отдыха в зоне настольных игр заменим столы. Тоже мы это планируем сделать к следующему периоду отдыха, то есть к 2023 году во втором квартале мы также хотим сделать такие красивые места для настольных игр. Следующая важная тема оперативного совещания – о выполнении плана по сдаче паспортов готовности МКД в городском округе к эксплуатации в зимних условиях управляющими организациями. В соответствии с плановым графиком готовности МКД к эксплуатации в зимний период 2022-2023, утвержденным главой городского округа, готовность МКД на 1 августа должна составлять не менее 60% от общего жилого фонда. Так, в соответствии с отчетом по форме 1 ЖКХ на конец июля, подписано паспортов МКД к УЗП в количестве 828 штук. Достижение планового показателя обеспечено благодаря перевыполнению плана по муниципальным организациям, но и ряда организаций коммерческих. Но есть ряд организаций, которые в срок не представили паспорта готовности МКД. Для решения этой проблемы глава Юлия Купецкая установила дедлайн. В течение двух недель управляющие компании должны предоставить паспорта готовности на все многоквартирные дома округа. Татьяна Горностаева, Петр Дзитковский, Первый Матищинский.